В этот день автомобили уступили дорогу экзотическим животным. Важно, словно кинозвезды по красной дорожке в сопровождении полиции, экскортами из пони и лошадей по центральным улицам мегаполиса шагают африканские слоны. Дженни и Магда – артисты варшавского цирка. Необычное шествие собрало сотни зевак. Каждый старается запечатлеть африканских гигантов на мобильник. Это шествие – начало очередных гастролей варшавского цирка в Алматы и завершение мирового турне, на который поляки выезжают раз в пять лет. Помимо слонов, пони и лошадей, в этом параде должны были принять участие кенгуру и шимпанзе. Но им не подошел алматинский климат. Они замерзли и категорически отказались от прогулки. Кенгуру и шимпанзе – холодно для них сейчас, понимаете? И тем более машина, которую у нас собирались вторую машину брать, понимаете, немножко не сложился. Если был бы дождь, мы бы не пошли бы, а если бы немного ветра, в принципе, ничего страшного. Несмотря на многочисленное количество зрителей и беспребойно щелкающих фотоаппаратов, Дженни и Магда шагали абсолютно спокойно, важно поглядывая по сторонам. Желающих подойти ближе было хоть отбавляй. Это прямо потрясающе! Потрясающе? Ну да. Я бы на нем хотела покататься. Я тоже. Конечно, все равно это выглядело зрелищно. Не всякий раз видишь, что слонов. Это был хороший повод, конечно, допустим, в выходной, в праздничный день, для людей выйти прогуляться, для детей особенно. Шестель началась около полудня и стартовала от городского цирка. Экзотические животные прошлись по проспекту Абая, дошли до улицы Байтурсынова и вернулись на исходную. Все это заняло около часа. Варшавский цирк этот турней посвятил своему 50-летнему юбилею, который артисты планируют отпраздновать у себя на родине, а через пять лет еще разустроить экзотический марш в Алматы. К тому времени для шимпанзе и кенгуру специально пошьют зимние костюмы. Аселя Санова, Айбану Анарбаева, Ирлан Сагенбеков, телеканал Алматы.